Я вспоминаю своего первого учителя, Лилию Прокофьевну, учитель начальных классов, первый класс, в городе Чебаркуль. Она жила рядом со школой и ходили их будить, потому что она могла проспать. Но мы все ее настолько любили, и вот по первому учителю я понял, насколько важен этот человек в моей жизни, потому что это, наверное, продолжение семьи, это человек в дополнение к маме, и мы только так к ней относились, к нему, к учителю. Конечно, в жизни было много учителей, и все они важны, и переоценить их роль в моей жизни, ну, очень сложно. Это человек, которому ты расскажешь все, и можешь задать любой вопрос, и получить всегда на него ответ правильный. Для меня учитель – это не только тот человек, который меня учил в школе на протяжении 11 лет, но и тот человек, который остался по сей день мне другом, и которому я могу каждый день, каждый час, каждую минуту позвонить и спросить то, чего я не знаю. Это, наверное, второй человек после моих родителей, который помогает мне узнавать все что-то более новое и более интересное в этой жизни. Итак, что такое учитель? Учитель – это не профессия, это призвание. И я, когда мне задают вопрос, кто такой учитель, всегда вспоминаю своих самых первых ребят, которые однажды мне перед классом сказали, Джумляр Асимовна, учитель – это не профессия, это не работа, это диагноз. У нас замечательный диагноз, и мы любим это дело. Поэтому учитель – это звучит гордо. И всегда гордо. Ирина Игоревна, вы у нас не только преподаватель, но и бывший воспитатель. Кем вы хотели бы являться для ваших учеников? Ну, в первую очередь, наверное, другом. Почему? Потому что здесь дети не просто, которые пришли и ушли, здесь дети живут. Когда я была воспитателем, то, наверное, в первую очередь мне хотелось быть, наверное, не только другом и наставником, но еще быть немножко мамой, второй мамой. И когда меня дети называли, что я вторая мама, мне было очень приятно. Даже до сих пор, когда они звонят и говорят, Ирина Игоревна, вы наша вторая мама, это трогает сердце, это приятно, это радостно. Что такое учитель? Учитель – это наставник. Учитель – это тот человек, который ведет вперед за собой, который собственным примером показывает и рассказывает, как нужно жить. Потому что, наверное, научить предмету – это очень важно. Но, наверное, главная наша задача – научить детей быть в первую очередь людьми. И быть милосердными, добрыми, открытыми, честными. Это, наверное, главная задача преподавателя. И вот такими мы, преподаватели, хотим быть для вас. У меня Ольга Анатольевна. И меня тоже. И кто я для... Какой для вас должен быть учитель, расскажите? Какой мне надо... Умный. Умный. Красивый. Олесь. Изящный. Кем для тебя учитель является? Расскажи. Добрым. Добрым. Красивым. Умным. И милым. Мне хотелось бы сказать, что для меня учитель... Почему я выбрала такую профессию учителя? Потому что у меня был замечательный учитель в начальной школе. И именно она, ну, так скажем, подтолкнула меня еще тогда в начальной школе. Я видела, насколько она любит детей. И вот эту любовь она привела мне. И поэтому я пришла работать именно в начальную школу. И так получилось, что потом я со своим первым учителем работала вместе в одной школе. И когда я пришла к ней на открытый урок, я увидела там себя. Я увидела то, что вся манера поведения на уроке, и вообще, как она преподает материал, как она относится к детям, именно вот это я увидела и в себе. И поэтому хочу сказать большое спасибо своему первому учителю, что вот она, так скажем, меня направила на то, что... Ну, на ту профессию, которую выбрала я. Учитель — это тот, кто способен спуститься с высот своих знаний до незнания ученика, чтобы вместе с ним совершить восхождение. Учитель — это путёвка в жизнь. Учитель — это тот человек, который вкладывает частичку в свою жизнь в каждого обучающегося у него человека. Да, то есть, когда он вырастет и станет взрослым, всех его учителей будут маленькие-маленькие бусинки. И то, что те бусы, если так можно сказать, которые он будет носить в будущем, это то, что вложил в него каждый из его учителей. Учитель — это большой пример, особенно для ребёнка. И с какой-то стороны это творец. Творец — это, можно сказать, он лепит своими руками из детей личностей. Вот, поэтому учитель — это большой человек на самом деле. Что такое учитель? Для меня, наверное, это, можно сказать, как родитель. На примере училища Олимпийского резерва номер один, так как я выпускница этого училища. Мой учитель, мой воспитатель — это Блинова Ирина Игоревна. Моя мама, можно сказать, которая 24 на 7 всегда с нами. Также преподаватели наши, любимые. Также учитель общества знания и истории — Млиновская Валентина Васильевна. Учитель физики — Подкорытова Елена Александровна. Учитель для меня — это дорога в жизнь, дорога в будущее. Спасибо вам.